Ко мне подошли в перерыве сейчас ребята, которые заинтересовались работой в BITX24. Ну и спросили, какие первые шаги стоит сделать партнеру, который захочет заняться этим направлением. Знаете, следующая презентация будет как раз полезна для ответа на этот вопрос. То есть, что делать партнеру для того, с чего начинать работу в BITX24. Потому что представители следующей компании, Найсду, они относительно недавно стали нашими партнерами, какое-то время раскачивались и потом буквально в течение месяца получили статус золотого партнера, потому что очень активно работали с заявками на внедрение. Я представляю вам следующего спикера, я думаю, он подробнее расскажет эту историю. Встречайте, пожалуйста, Владислав Танасов, компания Найсду. Сейчас 10 секунд поиграет музыка, чтобы Владислав почувствовал себя в комфорте на этой импровизированной сцене. Да, ребят, на дублере не выходит изображение. Все, на дублере изображение есть, окей, можно начать. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Владислав Танасов, компания Найсду, город Краснодар. Я расскажу нашу историю. Не скажу, что она правильная или супер, мы быстро достигли статуса золотого партнера. Расскажу, как есть. Нам понадобилось 35 дней со звездочкой, чтобы добиться статуса золотого партнера. Статус партнера, просто партнера Битрикса мы получили в апреле. Мы прежде всего получили ключ not for a sale портала и начали с ним разбираться. Это максимальный тариф. Всех возможностей мы не знали. Мы пробовали, настраивали, автоматизировали, ковырялись. В апреле 2017 года наш штат состоял из двух человек. Это, грубо говоря, системный администратор и я, как внедренец Битрикс24, с опытом плюс-минус полтора года. В июле мы добрали весь штат, который необходим для стандартной веб-студии. Сюда вошел дизайнер, копирайтер, веб-разработчик и контекстолог. В декабре из своих собственных сотрудников мы еще привлекли внедренца, вернее, воспитали внедренца по легким задачам. То есть этот человек, он мог объяснить, как работать в лидах, контактах, сделках, в какой момент конвертировать. Он мог давать советы. В январе мы добавили менеджера по продажам. То есть видите, весь 2017 год мы работали без менеджера по продажам. Это нестандартный подход, то есть продавал внедренец, эксперт по программе Битрикс24. Начали работать мы с заявками в октябре 2017 года. Заявки на внедрение Битрикс24. Мы не сразу поняли. Буквально 2-3 дня, как они появились, мы сразу начали работать. Но я слышал, что у кого-то был доступ даже в августе. Вернее, вспомнил, не слышал, а самые первые заявки пошли с августа. То есть мы не самые первые, но все равно начали работать в открытом доступе одни из первых. В 2017 году через заявки мы выиграли 24 сделки. На самом деле их было больше, потому что немножко присоединился сарафан. Еще есть клиенты, у которых есть лицензия, но мы их не можем привязать. То есть на самом деле она помечена уже как выигранная, но она еще не считается как выигранная. Даже постарался, выписал даты, когда у нас происходил пик. То есть даже в какой-то 23, 24 и 25 октября мы закрыли за 3 дня 4 сделки. То есть мы их взяли за 3 дня, потом через какое-то время закрыли. Выявили статистику, что маленькие сделки по сумме, они закрываются быстрее. Люди быстрее принимают решения. А чем больше сумма чека, тем дольше думают собственники или маркетологи, лица, принимающие решения. Популярными услугами у наших клиентов пользовались на первом месте это обучение и настройка портала. На втором месте интеграция с сайтом. Это прям тоже у всех есть сайты, всем нужно интегрировать формы обратной связи, либо корзины. Телефония. С этого все начинается. То есть все хотят запись разговоров вести. К сожалению, есть операторы, с которыми мы еще не научились работать, ввиду того, что они не поддерживают стандартно работу через приложение или через сип-коннектор. Мы также настраиваем бизнес-процессы и автоматизацию для наших клиентов. Мы работаем с коробкой, можем строить отчеты на API, API и немножко, ввиду того, что это очень легко, интегрируем SMS провайдеров. Вот наш топ-лист наших услуг. Мы заняли первое место в номинации лидер пакетных внедрений за 2017 год. То есть мне кажется, это из-за количества выигрышей мы смогли к этому прийти. Мы старались закрывать по максимуму. То есть у нас не было сначала такой стратегии, что это наш клиент, не наш. Потому что у нас не было опыта, нам приходилось браться за любую работу. Нам также, можно сказать, повезло. Извините, экран выключился. Нам повезло с тем, что мы работали без менеджера по продажам. И консультации, которые получал клиент, они были более качественные, более полные. Итак, мы начали работать с заявками в BITREX 24. Приступили в начале октября. Естественно, состоялись первые звонки с клиентами. Мы начали составлять коммерческие предложения, которые менялись буквально на ходу. То есть одному клиенту мы отправляли одно коммерческое, второму на эту же услугу мы могли отправить другое коммерческое предложение, которое содержало другие пункты, другую стоимость, другие сроки внедрения. Мы экспериментировали. Мы также подготовили свой сайт. Иначе мы не могли бы числиться в рейтинге партнеров. К концу октября уже стало понимание от того, какие фразы работают. То есть как вы встречаете вашего клиента. Здравствуйте, меня зовут Вася Пупкин, купите у нас BITREX. Нет, надо вот что-то другое. Поэтому проводите тестирование. Всегда. На начало ноября мы подготовили свое собственное решение на интеграцию с сайтом на уровне API. Мы можем быстро и качественно внедрить это решение с любым сайтом, независимо есть у него PHP или нет, и подключить любое количество форм. Про этот, так сказать, модуль собственной разработки я бы хотел чуть побольше рассказать. Он содержит в себе аналитику. Тут менеджер, вернее маркетолог говорит большое спасибо. То, что он видит, откуда приходит клиент. Яндекс, гугл, тип рекламы, поиск, баннерная сеть. Даже есть такие возможности заранее узнавать город по IP-адресу, браузер, устройство и другие параметры. Еще часто пользуется текущая страница, с которой он заказал. То есть приходит понимание от того менеджера, с кем он будет уже говорить, о каком товаре или услуге будет общаться с клиентом. Интеграция сайта проходит очень быстро. Мы просто копируем готовый скрипт, меняем стандартные конфиги и все работает. Периодически мы этот скрипт обновляем. Например, если портал не работает, то мы и этот скрипт задействуем так, чтобы он все равно запросы сохранял хотя бы на сайт. То есть заявки не теряются. Интеграция действительно занимает и 20 минут. То есть как быстро найдет программист, куда вставить этот код, чтобы форму передавали данные на скрипт. Как мы работаем с клиентами? Это в прошлом, но я хотел показать, как мы этого добились. Возможно, мы что-то будем менять, пересматривать, тестировать. Сначала мы со всеми общаемся по телефону, безусловно. Обязательно отправляем что-то о себе по электронной почте. Наш подход, мы старались клиенту показать, что такое Bitrix24, потому что не все знали, многие слышали. Если им просто кидать счет, оплачиваете, вот услуги, то они не поймут, что оплачивать. Возможно, из-за демонстрации мы и выигрывали. Но демонстрации, конечно, кушают время. И иногда клиент мог понимать во время демонстрации, что это очень легко. То есть есть такой и минус. Но при помощи демонстрации мы пробегались по хотелкам клиента и могли составить релевантное коммерческое предложение. То, что требуется клиенту, ничего лишнего. Третьим этапом мы оформляем документы. Тут важна скорость и четкость, потому что в рекорд где-то мы не могли около недели оформить документы, потому что постоянно делались какие-то ошибки на нашей стороне. То есть постарайтесь этого избегать. Благодаря коммерческому предложению мы формировали пакет индивидуальный, который подходит для клиента. Мы ему помогали с лицензией. То, что ему требуется. Не скрою, что мы тоже исследовали конкурентов и видели, что они предлагают. Они предлагают то, на чем они зарабатывают. К примеру, вот тариф команда, вот туда набор услуг, а дальше клиент выбирает, надо ему это или надо. Нет, мы проговариваем. Если видим, что у клиента нет денег, то да, вот вам бесплатный тариф, вот какие-то настройки, услуги, давайте работать. А в будущем мы постараемся перевести клиента на платный тарифный план. То есть есть чем привлечь клиента. Также, так как у нас все-таки веб-отдел полностью, то мы можем допродавать какие-то услуги. Тут же создать, подверстать сайт или контекстная реклама пользуется спросом. Мы предоставляли клиенту примеры бизнес-процессов, чтобы у него расширилось познание. То есть что можно делать. Он этого как бы нигде не найдет. Или найдет очень трудно. Хотел бы выделить нашего лучшего клиента как по бюджету, так и по тому, как мыслит этот клиент. Эта компания занимается аромамаркетингом. Мы с ними познакомились так, что у них уже было куплено коробочное решение на Bitrix24 в мае 2017 года, но они продолжали сидеть на облаке, потому что никто не мог перенести им так облако, как нужно было. То есть только в ноябре мы перешли с ними на коробку и начали постепенно все делать. Настройку, телефонию, автоматические коммерческие предложения с динамическими полями, которые формируются на основе бизнес-процессов. То есть они нам давали задачи, а мы эти задачи решали. Набирались опыта, получали за это деньги. Все были довольны. Сейчас клиент перешел на такую стадию, что он готов слушать предложения. То есть он говорит, что еще может делать Bitrix. Советуйте нам, пожалуйста, мы готовы платить. Мне кажется, это уже оформленный кейс. В чем еще секрет? Приходилось много работать. Да, я уставал. Клиенты могут писать и в 7 утра. Поначалу мы совершали ошибки. Мы брали часовой пояс с разницей плюс 2 часа. То есть у нас, если 9, то у них уже 11. Если у них 9, у нас 7. Потом мы перестали брать клиентов не с нашего часового пояса. Приходилось много работать. Изучать Bitrix со всех его сторон. Просчитывать технические задания, стоимость, сроки, формировать коммерческие предложения. Со временем у нас начал подключаться сарафан. Сарафан не только на услуги по Bitrix, но и на контекстную рекламу, на сайты. Даже сегодня писали в открытую линию. Наша клиентка с Петербурга вас посоветовала. Все, у нас уже есть сделка, которая точно закроется с большой вероятностью. С хорошим чеком. Мы еще подсадим клиенты на контекстную рекламу. Отлично. С клиентами мы стараемся вести переписку в любое время. Например, по скайпу или по электронной почте. По телефону только в рабочее время. Иначе будут надоедать. Документами обмениваемся в электронном формате. То есть почта, договор, счет, накладная. Это в электронном виде. Потом обмен на оригиналами по почте России. Представил графики, как у нас росли баллы. То есть на начало ноября у нас было ровный ноль. К концу ноября 246. К концу декабря уже золотой партнер. Сейчас чуть больше 800. То есть растем уверенно. Мы постарались сформировать цели на будущий год. Но вот прошлый спикер Роман сказал, что у него 10 разработчиков, у него нет времени даже думать об этом за несколько лет. То есть они не пришли к выводу, что им нужно делать приложение 24. У нас есть идеи разработчиков поменьше. То есть мы планируем в 2018 году выпустить хотя бы бесплатное приложение 24 и опробовать то, как оно развивается, как оно устанавливается. Мы также планируем запустить контент-маркетинг. То есть выпускать статьи от своего имени. Вы, наверное, знаете, что есть helpdesk Bittrex 24. Там регулярно выходят статьи. Они такие сочные, без воды. Но есть как бы простые вещи, о которых они говорят. А мы, скорее всего, попробуем стратегию о том, что нужно говорить и о трудных вещах на примере какого-то бизнеса. Вот мне понравилось на презентации то, что там будет для парикмахерских сотрудник и то, куда он будет записываться. То есть время, календарь. Вот такие моменты разбирать тоже. То есть, возможно, эта рассылка будет срабатывать. Я бы хотел выделить, как мы оцениваем клиентов, какие они у нас бывают. Самый лучший клиент – это тот, кто готов на поэтапное внедрение. Нам проще всего, потому что с этого начинается знакомство. Это небольшой счет на какие-либо услуги, на исследование его бизнеса, на лицензию. То есть уже клиент закрепляется за нами. И клиент много не теряет. Он начинает быстро работать. Есть те клиенты, которые хотят бесплатно составить ТЗ. То есть он не готов платить за то, что не будет являться готовым результатом. С ними тяжело работать. Надо вырабатывать стратегию. Пока не знаю, что сказать. Есть клиенты, которые хотят то, не зная чего. То есть регулярно говорят посоветуйте, 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 но так могут ничего и не купить. Тоже для нас загадка. Есть идеальные клиенты, которые просят выписать счет и теряются. И этот счет могут регулярно оплачивать на регулярные сделки. Возможно и вам повезет найти таких клиентов. Не знаю, как долго они провисят, но пока работают и оплатят спокойно. И есть еще клиенты, у которых происходит долгое согласование ввиду того, что суммы действительно большие. То есть от 300 и более тысяч за лицензию и внедрение. Как правило, с коробками у нас пока потяжелее все идет. До продажи. То есть это большой бюджет на самом деле, потому что у нас специалистов, не относящихся к Bittrex24, много, то и зарабатывают они денег прилично. То есть если математику использовать, то контекстная реклама минимум с трех клиентов приносит 30 тысяч и в раза два-три окупает контекстолога без особой нагрузки. То есть я считаю, что нужно использовать до продажи в этом бизнесе. Наша фотография. Нас наградили дипломом. Мы заняли лидер пакетных внедрений Bittrex24. Очень было приятно вырваться в Москву. До этого толком здесь не бывал. Только так, проездом. Поэтому я уверен, что в следующий год будет больше номинаций. Вернее уже в этом идут. Например, я догадываюсь, что будет лидер по продажам Bittrex управления сайтом через заявки. Также хотел сказать, что, вернее, поучаствовать с вами аудитория. Кто использует в своем бизнесе бизнес-процессы и автоматизацию? Поднимите, пожалуйста, руки. Мне кажется, меньше половины. То есть попробуйте изучить это. Потому что действительно очень сильно разгружает в плане того, что все делается быстрее и плюс прокачивает вас, как работать с этим продуктом. Если он у вас настроен хорошо, то и клиенту вы сможете настраивать хорошо. Поэтому я не жалею, что мы пару месяцев для себя делали вещи, которые потом используем и, грубо говоря, перепродаем клиентам по нескольку раз. Контакты для связи. Я готов отвечать на вопросы. Друзья, спасибо большое. Владислав, спасибо за презентацию. Давайте поблагодарим нашего следующего докладчика. Я, с твоего позволения, тоже отвечу на вопрос твой, который ты задал или сформулировал такую мысль. Почему действительно компания Найзду стала лидером в номинации лидер пакетных внедрений? Мы еще в прошлом году, кто был в Сколково в конце января 2017 года, тогда Миша Беляев, Сергей Кулешов презентовали вот эту идею пакетных внедрений. То есть мы готовили рынок к тому, что на самом деле продукт очень большой и функциональный, говоря про BX24. Внедрить его прям вот за один день все-все-все невозможно. Нужно что-то выбирать. И мы формировали отдельные пакеты. Пакет отдел продаж, пакет автоматизация. То есть где в рамках пакета были уже прописаны задачи, которые внедрение решает для этого клиента. И клиенты, как показал опыт, очень хорошо идут на предложенные со стороны партнеров пакеты. И я думаю, именно поэтому компания Найзду, вы видели, каждый день буквально закрывала новые сделки, потому что предлагали готовые пакеты, которые клиентов устраивали. Соответственно, решение в пользу партнера принималось очень быстро. Но это такой небольшой introduction. Если у нас вопросы есть из мобильного приложения, сейчас Саша и Наташа помогут их задать. Но мы можем уже на самом деле дать и микрофон в зал. Поэтому если есть у кого-то вопросы, да, вот с той стороны, пожалуйста. Если не сложно, друзья, давайте продолжим хорошую практику представляться. Здравствуйте. Чуркин Роман, компания iMAS. Первый вопрос мой. Заявки, которые приходят на внедрение, вручную обрабатываете? Конечно, вручную. А как? Просто есть ограничения, да, насколько мне известно, да, 10 заявок на эту компанию. Нет. У кого 10, у кого меньше, у кого больше. Конечно. Да, сейчас действительно уже ограничение после того, как мы ввели рейтинг, оно стало другим. То есть те, у кого высокий рейтинг, кто много заявок закрывал и хорошая конверсия в продаже, они могут не 10, а 20 или даже 30 заявок может находиться в работе. Вот. Те, кто закрывал только проигрышами, у них даже пониженное количество. У них в работе может находиться, например, до 5 заявок. Изначально было 10 на старт. Как рейтинг-то поднять? Вновь? Выигрывать. То есть выигрывать, да, закрывайте сделки успешно. Мы со своей стороны, конечно же, проверяем, действительно ли вы клиенту внедрили, потому что партнер может там 200 делок взять и везде проставить выигрыш. Но мы прозваниваем этих клиентов, мы смотрим порталы, сопоставляем нашими данными и собираем обратную связь. Спасибо. И второй вопрос по скрипту, вот этот, который формы-то подтягивает, да, автоматизированный. Он где-то есть в свободном доступе или… Нет, конечно. Это наша разработка. Хорошо. Если это ваша разработка, это как-то через marketplace продается или к вам нужно обращаться за этим внедрением? К нам обращаться. Не планируете что-то вы в общий доступ открыть? Нет еще, но я видел, в marketplace есть несколько подобных решений. Я не знаю, как они устроены, то есть там не видно исходного кода, но у нас он просто банально PHP и javascript, и все. Хорошо. А стоимость какая его? Стоимость, действительно, это недорого стоит. Мы работаем на текущий момент до 5000 стоимость внедрения на сайт. Независимо, сколько страниц на сайте. Зависит от того, сколько разных форм. То есть на каждую форму программисту надо цеплять javascript. В среднем 5000. Да. Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Из приложения у нас вопросов пока еще нет, как я понимаю, да? Хорошо, тогда, друзья, у кого есть еще вопросы к Владиславу? Не вижу поднятых рук. Окей, тогда, если вопросов больше нет, поблагодарим еще раз Владислава Танасова, компанию NiceDo, который приехал к нам из Краснодара.